Я сделал три научно-исследовательских экспедиции в Египет. Нарочно говорю, вот Египет в самой изученной территории страны, все про Египет известно. Я возглавил экспедицию, у меня были в составе египтологи, арабисты, собственные версии, естественно, я приехал и говорю, вот давайте так, с чистого листа, вы же ученые, профессора, академики, да, из разных стран, из разных, диалогизированы, диалогизированы. Давайте представим себе, что мы инопланетяне вообще ничего не знаем про эту культуру и попробуем с чистого листа изучить, что же это такое, чтобы отбросить всякие ненужные представления. Такимет называлась в Тартарии эта земля, черная земля. Вот говорю, что здесь происходило? Он говорит, здесь вот жили фараоны, я говорю, а кто такие фараоны? Ну что вы уже совсем прикидываетесь? Я говорю, нет, я хочу, слово фараон где у вас, на каких пергаментах, стелах, где-нибудь хоть написано? Они говорят, да кругом, вот, 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 я говорю, нет, написано похорон по-русски, похорон. А где фараон? Нет, просто пэйхэ читается как фэй, говорю, кто сказал? Почему я должен читать по-русски написанное похорон как фараон? Да? Потому что хоронили на этой территории Египта царей империи, не наместников Египта, а царей империи. А столицы этой империи были, последняя Москва, например, да? Да? И цари империи похоронены там, поэтому они назывались похороны. Вы в Египте покажите мне хоть один колесей, конный театр, там, бассейны, там, это не крополь, там только погребальные услуги. Это навье царство. Вот что у вас здесь изображено? Это горы, они говорят. А рядом с ним, говорю, трехголовый с крыльями, да кто такой? Они говорят, ну это такая химера, видимо, прислуживала гору. Я говорю, любого ребенка у нас в России, спросите, кто с тремя головами с крыльями рядом с гором? Горыныч, который прилетал, самых лучших забирал, да, там и так далее, в навье царство. За семью горами, за семью долами и так далее. Вот. Ну, хорошо, говорю, как сказать, фараон, давайте фараон будем писать. Что здесь, что, где мы можем посмотреть артефакты этой цивилизации и культуры? Они говорят, ну вот, Каирский музей, центральный, да, Каирский музей, который отражает жизнь, быт, там, и все такое, царствование фараона. Заходим, я говорю, хорошо, вот это, что такое? Это одежда, в которой были фараоны. Я говорю, а что это за орнаменты славянские? Ну, это вот такие необычные для Египта, потому что они загробные и хорошо. А вот из чего сделала одежда? Лен. Я говорю, а где, в каком месте в Египте лен у нас там? Они говорят, нет, у нас никак, нет, там, очевидно, специально обученные люди. А, я говорю, специально обученный человек, хорошо, новую категорию научную войну, специально обученный человек. Так, а вот это что? А это вот васильковые венки, они были на челе каждого фараона. Я говорю, а где васильки у нас тут в Египте? Они говорят, не, я говорю, специально обученные, да, специально обученные. А это что? А это темная и тягучая жидкость, с которой были залиты тела фараона. А химический анализ делают? Ну, зачем? Ну, говорят, что-то там, мешанина там, какие-то. Давайте сделаем, в независимых лабораториях европейских. Делаем мед среднерусская полоса. Я говорю, а как специально обученный, да, своего, уж мед-то уж как бы поближе можно было, да? Вот по каждому пункту. Не 99, а 100%. По каждому пункту, по каждому артефакту, который лежит. Вот когда к телам, я говорю, уже давайте отделать к телу. Кто лучше всех сохранится? Ранзе старое. Патологоанатомическую экспертизу. Да не, не делали. А что я делаю? Сделали. Рост 2,20. Черты лица европейные. Глаза светлые. Кожа белая. Цвет волос, цвета соломы. Вот такой фараон. Вот, понимаете, да? Вот как надо было вообще все тотально, да? И все пирамиды. Вот у меня три основных научных версии, которые были опубликованы. СМИ, центральные новостные программы, сказали, потом на тормозах спустили. Что старей 11 века нашей эры ни одного строения в Египте нет. Это раз. Второе, что все мегастроения в мире, а в частности египетские пирамиды, сделаны из бетона. Никаких миллионов рабов ничего не таскали. Причем назывался он иначе. Бетон, геополимерный бетон. Ну, делали опалубку, заливали. Бригада 100 человек за год поднимала эту пирамиду. Опалубку переносили, заливали. Вот давайте эксперименты. Говорю, одна из профессий у меня геолог. У меня 30 профессий. Вот по шкале Маоса, чтобы сильно не пудрить, короче, Мергель. Это вот в Долина Гиза порода называется Мергельной, которая настаивает эти пирамиды. Вот для производства бетона нужен Мергельный бетон. Вот теперь, нашли 100, ты несколько тысяч терок в районе пирамиды. Терок. Жирноватый. Я говорю, зачем тысячи? Хлеб делали? Тысячи. Вот здесь, рядом с пирамидами, делали хлеб. Я говорю, что один не мог на большом. Ты делай, ты всех кормил. Все сидели, поработали, потом пошли сидеть. А анализы делали химические? Есть там злаковые? Нет. Там вот только пыль. Ну, пыль, конечно, потому что брали этот Мергель. Для производства бетона что нужно? Берешь породу, размельчиваешь ее до состояния муки. Потом нужно ее просушить, прокалить. А в Ливийской пустыне это делать не нужно. Сама погода, природа это делает. Затем добавляешь туда воду, желательно с примесью алюминия. А ну-ка, давайте анализы воды в Ниле делаем. Берем нильскую воду, окись алюминия превышает все известные акватории по окиси алюминии. Вот щебенка, вот берем этот Мергель, по пудру, вот сюда щебенку, вот сюда песочек, давайте воду отсюда. У меня такой тюбик из-под пленки был, знаете. Я туда это все помотал, в карман, до гостиницы доехали, а в гостиницу открывали, столбик этот. Говорю, вот берите, сравниваю эти блоки. Или я поднимаюсь на вершину пирамид и скалываю уголки у блоков. И на всех уголках отпечатаны рогожки. Потому что делали деревянную палку, обтягивали рогожки, поднимали в мешках туда воду и цемент, заливали, рогожка везде отпечаталась. Более того, молотком разбили мы здесь уже в России эти сколы, а там внутри волос, там внутри веревка, ну то есть что это искусственная порода. И вот вы, господа ученые, видите эту рогожку, волосы вот видите, да. Это видите, да. Устробоны читаете и поднимали деревянное строение, мешками кожаные воздымали к небу, да, и возводилась пирамида. Да, вот это видите, вот так это делалось. Причем все физики и математики сказали, что те способы, которые предлагают историки, они вообще утопичны и невозможны. Который блок пирамиды Киза, например, 800 тонн. Сегодня нет крана, который мог бы поднять 800 тонн. И потом какой смысл, а зачем 800 тонн, если там их выпиливали? Ну на 10 их там разделите и пропускайте. Причем на чем вы их перевозили через реку? На деревянных судах 800 тонн, на плотах, из каких таких дерев вы его сделали, и на авианосице не поставишь 800 тонн, он легкий разделает. Ну и так далее. А историк говорит, слушайте, это не мой правильный, что вы мне, да, 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 блин, на чем перевозили, как, главное, что вот. Вся другая, короче, история совершенно, да. И по-арабски, например, я доказываю о том, что пирамиды никогда в них не было захоронений, что это храмы и сокровищницы, ну, как банки были. А в долине Гиза там хоронили цари. Ну, пытаются спорить, значит, и, ну, я начинаю доказывать, все убедительно, кроме названий, никак не пойму, почему. Почему, значит, вот, а, спрашиваю, едем тоже, я арабиста спрашиваю, а как будет по-арабски пирамиды? Харам? А, да, еще между ним, в Луксоре и в Карнаке, как называлась церемония по соборованию, значит, фараонов? Отпет? Вот. Вот на примере только Египта. А это во всех странах. А, ну, Бог с ними, со всеми странами. Меня интересует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова